Еще одним интернет-браузером стало больше. Многообещающий проект ARK теперь можно совершенно свободно скачать на Windows компьютер. Строго говоря, это не совсем новый браузер в виде первой бета. Он появился два года назад, но до сих пор был доступен только пользователям экосистемы Apple. Windows-версия была анонсирована в середине прошлого года в варианте закрытого бета-теста. Получить доступ к нему можно было только по приглашению, и, как говорят, лист ожиданий растянулся на миллион человек. И вот, наконец, все ограничения сняты. Кроме одного, работать оно пока будет только под Windows 11. Версия для Windows 10, равно как приложение под Android, обещает позже. В общем, не очень быстро развивающийся проект, что не мешает многим в индустрии по-прежнему считать ARK-браузер единственным потенциальным конкурентом, безусловно доминирующему на этом рынке, браузеру Google Chrome. Один из поводов для такого оптимизма в том, что среди разработчиков ARK есть, например, Дарин Фишер, человек, который строит браузеры с тех пор, как вообще появился такой вид ПО, и который имеет отношение к заметной части самых успешных таких программ. Он был инженером в Netscape и создавал тот самый Навигатор, который доминировал на рынке веб-браузеров в 90-е. Затем помогал развивать Mozilla Firefox, фактически наследника Netscape-навигатор. Потом перешел в Google и 16 лет посвятил созданию и развитию Chrome и Chrome OS. Три года назад он ушел из поисковика и присоединился к проекту альтернативного браузера Niva. Но там, видимо, что-то не задалось, и с 22-го года он разрабатывает ARK-браузер. Отличие там от того же Chrome в первую очередь в интерфейсе. Он, с одной стороны, минималистичнее, с другой, позволяет очень тонко настраивать браузер под свои задачи и сценарии использования интернета. В общем, это в большой степени для тех, кто много времени проводит в сети. Возможно, от того проект ARK с самого своего появления неизменно собирал очень хорошие отзывы в IT-прессе. Всем, кто его тестировал, ну, включая меня, все понравилось. Что, впрочем, пока никак не трансформировалось в его популярность в широком понимании этого слова. Ни в одном рейтинге браузеров ARK не фигурирует отдельной строкой. Официальных данных о количестве пользователей нет. По сторонним оценкам, после снятия ограничений для пользователей Windows, речь может идти об аудитории примерно полтора миллиона человек. При этом оценка браузер-кампани, который и разрабатывает ARK-браузер, уже превышает полмиллиарда долларов. Наборы данных, которые используются для тренировки нейросетей, теперь предмет не только белого и серого, но и вполне черного рынка. Мессенджер Дискорд сообщил, что разгромил сеть ботов, которые собирали переписку пользователей в открытых каналах, ну, или, как их называют в Дискорде, серверах. Случилось это после того, как на теперь уже закрытом сайте SpyPet была выложена для продажи база из 4 миллиардов сообщений 620 миллионов пользователей Дискорда. Продавалось все это за скромные 5 долларов, в том числе как датасет для тренировки нейросетей. Что интересно, в Дискорд подчеркивают, что никаких данных, что не были бы доступны любому пользователю, боты не собирали. И случилось все это в тот момент, когда в США начался очередной судебный процесс против крупнейших разработчиков генеративных нейросетей OpenAI и Microsoft. Три газеты обвиняют эти компании в использовании своих статей как раз для тренировки искусственного интеллекта. Ранее аналогичные претензии, помимо журналистов, высказывали писатели, социально-сетевую платформу и прочие структуры, исторически обладающие большим набором данных. Ну, просто потому, что до недавнего времени почти все крупные нейросетевые проекты действовали примерно как разгромленные теперь Дискордом злоумышленники. Выкачивали из интернета все доступные тексты и картинки. Теперь им приходится все это покупать. Ну и в завершении выпуска новое видео от Boston Dynamics с новым робоперсонажем Sparkles. Фактически это костюм, специально сшитый для уже хорошо известной робопса Spot Mini. Видео короткое, меньше минуты и никакого глубинного смысла не имеет, что не помешало ему за несколько часов набрать около миллиона просмотров. А в технопрессе теперь гадают, зачем понадобился костюм, превращающий функционального робота в подобие домашнего животного. Точнее, в анимированную плюшевую собаку, которую все равно вряд ли кто-то купит в качестве домашней игрушки. Ну, хотя бы потому, что Spot Mini стоит более 70 тысяч долларов.